всем привет с вами андрей у нас нет хак на повестке наш персонаж 11 12 уровень уже человек мужчина турист наш вероисповедание не трава находимся мы на данных на 12 этаже я тут и понял что я потерял свою сумку сумку так называем основной который я постоянно для хранения использования куда-то а вот нашел собственно нам нужно ее поднять и пробежаться обратно на тот уровень предыдущий который нас присутствует это рад и рад и собственно она называемый бычок он может больно бить по три раза но у вас будет он возможно что-то в себе нечет трупы его можно спокойно есть и не ядовитым собственно нашли еще один ларец почему я постоянно возвращаюсь на текущий уровень потому что у нас на текущем уровне будет квест через два уровня персонажа именно поэтому я постоянно буду сюда возвращаться ну и плюс у нас любом случае придется сюда двигаться что у нас особо вариантов на завязали убираем собственно по уши на святой воды оставляем по уши собственно хила у нас также есть еще какой-то 5 5 свиток сейчас посмотрим что у нас вообще есть если у нас возможность прозвонить текущие свитки что мы по свиткам знаем из 5 уровня у нас мы знаем карту ну собственно это вшитая наша карта из 5 уровня бы больше по сути ни хрена не знаем а нет огонь мы еще знаем огонь мы знаем то есть destroy the armor мы не знаем соответственно это возможно просто destroy the armor как узнать что это destroy the armor удивительно то что у меня два скорых скорых монстров видимо один из них фальшивый это очень плохо то что несколько скорых монстров потому что скорых монстры это очень сильный свиток который помогает ну так назовем устрашение монстр который помогает против них но из того что у меня их два то непонятно в общем из того что два непонятно какой конкретно из них настоящий как узнать узнать можно будет очень просто если вы его найдете узнаете полярности вы узнаете что это за свиток так называемая благословленная неблагословленную вот поэтому как то так текущий я хотел бы про исследовать попытаться ну первых двенадцатый этаж у нас тут есть у кого-то алтарь как вариант стоит его посмотреть во-первых за алтарь еще он из себя представляет какого набирая с переданием на это нажимаем точку запятой видим что это нейтральный алтарь то есть и даже наш алтарь получился что удивительно нам прям откровенно везет гигантские муравьи на нас нападают гигантские муравьи они мы собственно ослепли тем самым за счет телепатии мы видим то что происходит рядом с нами это пещерные пауки пещерные пауки они мы упали в нору из-за того что я забыл шума там присутствует мы в нее упали мы в данном находимся на четырнадцатом уровне нам конечно не особо критично но нам важно и больше такое не повторять ситуацию это облако было текущее облако ну собственно еще ничего и по нему сказать не могу собственно не посмотрели нам выписали стану не посмотрели по двери на выписали стан просто тупо ищем выход с текущие локации с 14 мы провалились у нас летающий глаз летающий глаз убивать либо не на дистанции либо вплотную если у вас есть привязка на гола то есть у вас надпись блин должна чтобы его убить иначе вы его не сможете убить а он убьет вас скорее всего смотрим что за палочка эта палочка телепортации было телепортация это в любом случае неплохо нам нужно идти отсюда выход потому что выход очень важен но нам пока его не показывают двигаемся в сторону видим то что тут крокодила это был хамелеон хамелеона есть нельзя ни в коем случае потому что вы за полиморфить и собственно без контроля полиморфа ну собственно нет его есть можно в том случае если вы целенаправленно планируете это сделать но без контроля полиморфа это сделать нежелательно потому что вы скорее всего за полиморфить и можете протеста кончих арене откровенно мы видим дети дети можно есть они дают сопротивление к холоду мы нашли по ушам также инвиза по ушам инвиза нам сейчас мы посмотрим нужен ли он нам или нет как это узнать приложив стеноскоп к себе вы увидите мы в данный момент не невидимые то есть мы чистого армор класс у вас минус 7 и мы фасты называем мы ускорен позже на визу нам очень сильно понадобится за чтобы стать невидимым ничего нужна невидимость на персонажа для того чтобы ваш персонаж особо не заморачивался с большинством мобов невидимость и скрытность это хорошие вещи их рекомендую ставить чем раньше тем лучше мы нашли выход обратно и смотрим что у нас здесь это у нас ланч бокс ланч бокс антропаем через команду через решетку но у меня на забинджен на кнопочку поэтому я на кнопочке смотрю ланч бокс пытаемся у тать он нам говорят что он закрыт мы с помощью отмычки и нажимаем на ланч бокс и мы открыли его мы смотрим что и здесь и у нас тут хреново туча предметов находится собственно опять же scar монстр собственно как у меня говорю кольцо регенерации touchstone touchstone нам не актуально кольцо регенерации тоже у вас присутствует фирру нам не нужен свиток вот единственным бы посмотреть и мы его подобрали собственном нам мы узнать бы точно о нем что ли что-то мы возвращаемся на собственно это кто это наверное этот холл нет это не холл и я просто думаю что это этот палочка копания которая наша которая нам выкопала яму из-за которой мы сюда собственно сюда и провалились но нет это оказался не он вот почему очень важно и видите выходы потому что мы примерно знаем куда нам надо идти чтобы выйти из текущей локации мы видим то что дверь закрыта наушек мы на ней не видим мы применяем к ней отмычку через команду опле выбора собственно отмычки прозваниваем свиток на предмет блэсинг это скорее всего не очень прост как у как узнать вообще это тот свиток или нет вы его просто несколько раз положите вот кстати обратите внимание свиток поменял как вам объяснить он был блэсинг вы можете можем посмотреть в этом то есть мы когда вы опознал опознали вы видите благословленный свиток скар монстр то есть мы его видели а тут мы нам нам пишут что о свиток уже не проклятый именно так и работает семья именно скар монстр соответственно тот дублирующий скар монстр который у нас присутствует собственно это у нас какой общество монстр то мы смотрим через вот палочку в левую сторону мы смотрим что у нас собственно присутствует открываем свитки ищем ли он присутствует видим что скар монстр у нас получается морд какой-то смотрим фнорт у нас также присутствует собственно а тот который второй нам нужно его переименовать потому что он скорее всего не является скар монстром поэтому нам нужно переименовать его надо переименовать гноте надо его переименовать будет час для этого его нужно так 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 вот переименовываем его в гноте проверяем что все было с правильно опять же через палочку в левую сторону да все свиток гноте то есть менее ничего не знаем соответственно нам все аскар теперь у нас присутствует скар монстр очень полезен он полезен для квеста ну правда если не вы на нем не стоите либо ваш враг может его игнорировать все монстр большинство монстров убегут за заключением людей которых у которых иммунитет ну или лаучников у нас получается по ушам инвиза есть стоит посмотреть какой он полярности для этого пугну стоит по ушам инвиза положить на алтарь если не пропадет он благословленный отлично мы дринька и моего через команду q мы выпили по ушам невидимости и теперь мы стали сами стали невидимой но мы не видим невидимость почему потому что мы не видим своего персонажа в данный момент мы стали невидимым это можно ну во первых это и так понятно видно что персонажи сейчас плюс у нас в статусе прописан теперь команда invisible помимо фаста чтобы получить very fast в нужного либо выпить по ушам хир этого скорости либо на постоянке носить с собой точнее не с собой а на себе ботинки скорости собственно сундучок который мы используем как хранение текущего мусора на уровне скар монстра его нужно убирать и он не скажем так не постоянно нужен это сто процентов он поэтому его нет смысла его главное лишний раз не дропать кстати на его надо было благословить я счет не подумал почему его нужно благословлять потому что объяснить когда вы в следующий раз не будете взаимодействовать он будет проклятый а проклятый скар монстр он расщепляется то есть тем самым перестает существовать как как данность поэтому вам нужно чтобы он был не проклятая еще лучше благословленный свитер чтобы вы его могли положить и когда вы его поднимите он был ну в общем он был этот уже он поменяет свою полярность когда вы его поднимите ищем свитки 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 скидки собственно скар монстр с помощью святой воды его благословляем и убираем и святую воду из к собственно скар монстр потому что текущий свиток скар монстр меняет полярность устрашения так называемый поэтому у вас скорее всего будет падать очень сильно как она объяснить без святой воды вы его скорее всего благословить не сможете поэтому нужно большое количество святой воды к нам идет r rt black pudding black pudding он чем опасен его на одной дистанции бить он а это это оборотень это оборотень скорее всего почему потому что мы видели black pudding но тут нарисовалась змея учитывая то что они там и black pudding есть кстати баре black pudding надо убивать потому что он вашу экипировку может так называемые дебафнуть вот на коррозию ведь у меня уже два даггера коррозийные стали это он кислотные судя по всему ну по понятным причинам и коррозийные даггеры использовать не будем мы их выкидывать был у нас 4 даггера коррозийных поэтому уже такой сложный пудинг пудинг чем опасен он ваше снаряжение который вот black и коричневый так называемый черный коричневый пудинге они чем опасны они могут ваше снаряжение дебафнуть то есть вы получите минус армор класс исключение если у вас есть защита от этого защита получается через свитки либо через свиток разрушения чуков прочитаны в конфузии было кстати говоря можно есть но единственно нам подвязочная смене этого не дает сделать но единственно на вере осет идет то есть вы грубо ли кислоту ты съели что очень плачевно так он может дать вам дать вам в афиге что касаемо коррозийных даггеров я думаю стоит их выложить потому что но коррозийные у них меньше эффективность чем у обычных поэтому я думаю они нам не актуально больше что касаемо если у нас вообще деревянные даггеры там можно кстати еще один даги развязать мы сейчас прозвонить его получится на как вы видите у нас деревянные даггеры здесь нету собственно бежим на алтарь позвонил мы чтобы возможно если он не проклятым со стакается на открытием составился то есть автопикап у нас сработал как надо очень много мобов непонятно что ну и очень опасно лезть высоко на уровень потому что вас могут просто шлюпнуть высокоуровневые моба то что чем выше я только что заразился реконтропии только что у меня в вера крысы этой несчастная ударила я заразился реконтропии чтобы избавиться от реконтропии нужно выпить зелье святой воды либо помолиться своему божеству мы будем данным пить зелье святой воды а потому что у нас особо вариантов нету мы вылечить от реконтропии блин я честно я просто не ожидал кстати говоря рекомендация по поводу как как вы только заходите на уровень рекомендую сразу же одевать повязку на глаза и смотреть кто у вас вокруг вас присутствует то есть всех разумных существ вы и так увидите то есть мы например видим то что тут один из торговцев то есть это скорее всего видит тут будет торговец на 13 уровне что очень хорошо также присутствует лесной эльф это скорее всего который с палочкой копаний который он сейчас валит присутствует вампус но ничего по нему сказать не могу не встречался особо сильно часто и собственно ворон против ворона вам нужно использовать повязку на глаза потому что он вас будет пытаться слепить вон то есть у вас в любом случае ослепит с высокий процент на вероятности поэтому вам нужно просто использовать повязку на глаза у него просто наш персонаж проголодался это универсальный торговец нам говорят что и кстати это более вообще хотелось бы посмотреть чтобы войти в текущий магазин нужно снять инвиз чтобы снять инвиз вам нужно вот это сообщение которое вы видите на на экране юхара шакалаху хавлинг от mond называется шакал воет на луну и это говорит о том что появился лекантроп так вершакал так называемый и он сейчас будет нам мозги делать поэтому стоит посмотреть во первых где он через повязку на глаза он разумное существо мы его должны увидеть но мы его почему-то не видим а вот буковка d буковка d собственно это вверх вверх шакал она не всегда вершакал нам нужно когда через точку запятой прозванивать вот собственно как то так опять же в ночное время больше шанс увидеть именно и лекантропов этих несчастных а учитывая то что у меня как раз в данный момент ночное время идет ну-ка сказать ночное но по сути утреннее но факт том что она но его считают как бы ночью до пяти утра вершакал кстати говоря убиваем его максимально сильным оружием это у нас присутствует в инвентаре собственно про ворона как я говорил это ворон мы его видим это скорее всего ловушка ворон будет слепить вас сто процентов поэтому тут идет собственно вампус исключение конечно если у вас нет глаз но это уже если у вас нету глаз то я думаю это очевидно что вы чуть больше знаете чем ждем пока этот видите вампус к нам не подходит хотя мы его убили собственно тут он чисто труп вампуса но нам не актуально забрали видим то что тут стоит болдер болдер нам нет смысла кстати говоря вот собственно верно ловушка этого болдера снимаем привязку с глаз чтобы нам увидеть в общую картину мы видим то что присутствует вон это слиппинг глаз собственно сонная ложка скрипучая доска скрипучая доска привлекает внимание других монстров а слиппинг глаз он у вас сон кидает если вы не сопротивляетесь ему то есть если у вас нет сопротивления порядка и дании ну исключение к 6 вы сами опять этот чупакабра с палочкой копания и он опять же нам холл сделал то есть и называемую нору я поэтому я не люблю мобов которые дают защитные палочки так называемые копания либо какой-нибудь не знаю инвиз но инвиз еще более терпимый от копания это самое ужасное мк анти репортация вот им дают защитные палочки и начинается просто детский сад мы нашли еще один свиток антификации нашли кольцо по поводу кольца стоит его по ну позвонить у торговца для этого нам нужно найти чтобы к торговцу войти нам нужно найти плащ мумии но у нас мы есть на предыдущем уровне на уровне квестов называл для этого нам нужно просто спуститься но тогда мы потеряем магическую защиту поэтому если будет желание то есть нежелание а мы когда будем загадывать желанием и скорее всего мы именно магическую броню загадывать собственно два типа рацион но они сомнительные и как говорил ранее они нужны в основном для еды вашего питомца для кормежки его это желе если не ошибаюсь до охранное желе она очень больно бьет его наверно лучше бить с этим деревом куда наделась желе при своей гибели бьет вас кислотой поэтому ну не только гибели при ударах тоже она сможет ударить потом нужно быть готовым что то и взаимодействие с таким типом желе у вас это кататься особенно если нет у нас сопротивление кислоте вроде исследовали 13 уровень так цена ничего особо здесь на кольцо стоит но опять же порадать но опять же у нас нет возможности поэтому стоит наверно повязку на глаза одеть бренхолд и просто пробежаться почему мы ее делаем потому что мы примерно видим мобов благодаря телепатии знаем что мы можем пробежать без особого напряга туда-сюда мы у нас есть кольцо и свиток идентификации кстати как вариант можно было бы свиток идентификации поражать на кольцо да из-за того что мы ослеплены у нас опознание придется проводить еще раз непроклятый свиток это неплохо жалко что он конечно не благословлен я рекомендую именно благословленный свиток использует это как минимум будет два заряда то есть он но ваш получается так объяснить ваш свиток сможет опознать два предмета как минимум если вам повезет он весь инвентарь и опознает но также это может сделать и не проклятый свиток но у него меньше шанс и он опознает один примет основной как-то так нам нужно собственно это лекрота есть не ошибаюсь и 0 лекрота достаточно больно бьет но она не самая сильная ее труп можно есть вот вы видите да то есть она мне грубо ли 10 по съела надеваем повязку на глаза бежим дальше там кстати говоря есть наверняка этот бинты мумии вот они с не ошибаюсь до бинты мумии вот присутствует у нас как раз есть алтарь недалеко денис на главное снять повязку с глаз потому что вы не сможете опознать тогда не проклятые бинты мумии мы можем идти к торговцу одеваем повязку на глаза чтобы случайно не споткнуться к нам идет x это оксан если не ошибаюсь он тут подписан как как ну да оксан грубо говоря если переводить на в общем и целом это жук который вам при атаке сносит ловкость на временно используем пока он у вас атакует при низкой ловкости с ним вообще драться не получится потому что я слышал историю что один человек не смог его вообще одолеть потом мы видим то это у нас получается поляк собственно один из топоров да иди ты отсюда платмейл доспех не актуально два тина тина интересно тина они вообще интересные почему потому что там может быть шпинат но это скорее всего не он но все же тин стоит купить через команду pay платить убрать монеты обратно буард пик это у нас большая кирка но она нам не актуально по ушам который стоит 67 монет при арм при харизме 15 при харизме 15 67 монет это второй уровень у нас подписываем его что он второй уровень а второй уровень он постоянно и там самые интересные это этот видение невидимости футруцион слинг это собственно рогатка футруцион это еда ксан который выебывается нам нужно вытащить ксана сюда вот видите он нам сбил ловкость то есть у нас ловкость во временное пользование минус один ушла но минимум это не поможет потому что мы просто элементарно сильнее к санкции горя ядовитые ловкость вернется к вам в любом случае поэтому за это переживать не стоит цвета кондификации хорошая вещь его стоит любовь еще покупать единственная проблема в том что постоянно монеты кнопку набирать через команду при вы оплачиваете все команды прозваниваются через решетку уран вард собственно палочка сейчас посмотрим какого она у нас уровня присутствует 267 если не ошибаюсь да это получается 24 нет это двести тридцать три но у нас так а вот вижу третье уровень это ударная палочка считается то есть она опознается при написании то есть по сути говоря ее можно даже не подписывать потому что она при написании сама опознается при гравировке через ангрей это небольшая по ушам парализации но по ушам парализации бесполезно если у вас нет защиты от парализации бандит мол но это тяжелый доспех достаточно но собственно и все здесь больше ничего такого не до выходим на вернули нашу ловкость переодеваем наш плащ убираем армор бинты маме чтобы они не случайных не выложить бинты маме душно на постоянке нужно если мы не видим и если хотим зайти к торговцу а у туриста кем мы сейчас играем наш класс постоянно будут торговцы поэтому будет быть готовым к тому что нам просто основной момент нужно использовать искрытность и невидимность этих два предмета вместе они дадут хорошего вот тем самым вы сможете со спокойной душой ходить не заморачивайся сом сильно мы видим летающий глаз надеваем блин фонт убили летающий глаз трупик с него не выпало что очень плохо видим два предмета и собственно рунические стрелы лунический лук и короткий меч физики но нам они тоже не актуально у нас присутствует оружие какой ряд можно попробовать пробежаться дальше но особо сильно далеко тоже лезть не стоит просто вас забьют мобы вот опять же опять ты со своей ракой но у него в любом случае рано или поздно закончится палочка поэтому он не дырявит просто локацию и из-за этого я постоянно буду сваливаться чтобы ее эту локацию обратно вернуть нам придется откровенно постараться с руки которого мы сейчас видим в данный момент но не самые сильные персонажи его кстати можно есть насколько мне известно мы нашли карту так называем скрол магическом и мы джек мэпина хорошая вещь помогает опознавать и не так же пусть это квалификации у нас присутствует к скорейх надо убрать телепортация помогает спастись если у вас откровенно зажали то есть вы вас зажали вы прожимаете телепортацию вас да не факт что вам сильно повезет но факт том что вы по крайней мере из текущей опасности кланец валить исключение есть только у вас уровень без телепортации то есть вы не сможете никуда телепортироваться и вы будете стоять тупо на одном уровне без возможности телепортации это зеленая эльфис не ошибаюсь а собственно он тоже самое снаряжение имеет как и его собрать и поэтому особо удивляться не стоит собственно перекусили эльфом как вам говорят дверь закрыта но фиг бы с ним нам она не актуальна я хотел бы вернуться позвонить предметы у нас правда алтарь присутствует на мы в данный момент находимся на тринадцатом этаже алтарь у нас на 12 то есть нам нужно просто пробежать вот эту дистанцию видим алтарь дропаем предметы на алтарь и органический даггер положили шлем положили щит положили смотрим о благословленной две штучки смотрим щит меняем и щит ого-го ну ничего себе нам щит плюс 40 ну нифига вот это подвезло так подвезло и смотрим чё по шапке ну шапка стандартный кастовать магию мы не можем потому что во первых у нас нету там плюс третий уровень а у нас 0 уровень поэтому мы кастовать особой магии не можем плюс у нас еще одета металлическое снаряжение тем самым мы вот можем как бы к что-то кастовать там шар монстр скажем это правда почему эфир не можем но это не суть факт том что мы можем кастовать но шансу небольшое очень третьим зомби зомби большинстве случаев он не самый сильный и вам опять же раз монстра нарисовался собственно и он принес с собой книжку раз монстра можно есть но он считается и по уши на левитации нашли и блэк единорог нас пытается атаковать мы сдропаем сумку потому что у нас у нас он просто забьет тогда единороги очень быстро и они очень быстро бьют если вы его не убьете быстро вы просто потом заколебетесь с ним драться нас так называемом на сытости я не рекомендую есть потому что вам скорее всего куда ты но мы единорога поднять скорее всего не сможем поэтому нам нужно просто подождать пока исчезнет этот трупик кстати говоря мы переоделись в этот в легкие доспехи full переоделись тем самым нас для нас раст монстр не актуален собственно желе но желе нам она бьет кислотой поэтому но печальнее для нас подвязочная змея которая нам она по сути ничего не должна сделать ну каждое исключение если она там сильно начнет агрессировать священника это или гайд но в общем и целом один из вот как же меня не нравится из-за того что проблема в том что я не могу атаковать потому что он мирно я точнее могу отключить эту функцию чтобы атаковать его но зачем нам атаковать мирных существ которые нас не атакуют согласитесь это глупо поэтому мы не будем атаковать его убираем получается via point так называемый руннический даггер сундук также смотрим что мы еще можем улыбать через команду путы в выделении предмета мы можем убрать дублирующий щит чтобы у нас про весу и убрать собственно тяжелый шлем металлический спеллбук что касаемо него стоит его прозвонить как и по уши на левитация по уши на левитация также стоит убрать рог один рога нам не нужен дублирующие у нас один есть собственно смотрим бежим вверх желательно конечно повязку на глаза одеть чтобы случайно не наткнуться на какого-нибудь из мобов учитывая то что мы перегружены он нам 1 удар от них в мозге прилетит смотрим по то что он у нас не проклятые то есть мы его как минимум можем читать мы его читаем это свет свет это хорошее заклинание она у нас собственно той той школы которую мы можем собственно использовать дивина чем собственно если же больше так как предсказание переводится поэтому и мы можем езжать свет как вариант мы и можно на чисто на этой на этой школе прокачать свои эти как объяснить чисто на этой на этом заклинание прокачать собственно школу по уши на левитации прокляты это очень плохо потому что левитация должна быть благословленная насколько мне известно так она когда проклятый она даст немного если я не ошибаюсь конечно ну по уши левитация она пойдет в любом случае у нас там будет водный уровень уровень с медузой наша задача будет сквозь него пройти сквозь текущий уровень что касаемо заклинание заклинания все у вас есть на 20000 ходов то есть с ну каской и они все то есть и отсчитываются от того времени когда вы прочли книгу то есть например мы прошли книгу в 43 ну количество ходов у нас данный от 43 тысячи 520 мы прошли сейчас эту книгу света на грубо говоря например и через 20000 ходов то есть в 63 тысячи 520 у нас это заклинание просто за дисплей лица то есть нам придется еще раз читать эту книгу ну либо заклинание похоже чтобы она восстановилась но 20000 ходов то откровенно много поэтому как же ты меня бесишь насекомое little dog валия это щенок ноут как он бесит со своим движением у меня почему-то упала сила что очень странно осмотрим что у нас также присутствует по инвентарю чтобы мы могли еще одеть у нас кольцо есть ну кольцо стая кольцо нам было просто продать торговцу либо пробовать индифицировать нас как раз тут рядышком алтарь присутствует смотрим что он мы еще можем прозвонить у нас есть собственно некоторые предметы которые нам нужно индифицировать на алтаре знаху к полярности они все учитываются что все скроллы мы можем собственно дропнуть из крови поднять потом их телепортация проклятая все остальное нет как вариант можно провод прозвонить это правда крайне невыгодно что нам предлагают что-то хочешь индифицировать я хотел бы индифицировать sting но нам нет смысла у нас у меня основной в идеале ринг индифицировать посмотреть что он себе представить кольцо поиска кольцо поиска нам не нужно почему потому что на десятом уровне персонажи туриста теперь еще одно один клоун который теперь у нас он с этим с телепортацией то есть они нас есть один клоун который без телепортация тут у нас клоун который с телепортацией в кинжал подняла даже бесит этим оба особенно вот своему от эскейпами там ты вроде сидишь нихрена им толком не делаешь они вам начинают туда-сюда туда-сюда кольца можно полиморфить вы складываете по крайней мере у меня получалось палочкой полиморфе только это сделать складывайте кольца в стопку 23 например ну еще какие-нибудь предметы потому что палочка бьет по линии например не знаю две брони и скажем и просто баурак но он в большинстве случаев всегда меч приносит поэтому он не актуален нежить эти все сказано выпендривающиеся нежить давай чтобы поставить заклинание на кстати можно покастовать для этого надо снять щит потому что он металлический ну как сказать не металлический он он оправу общем у него металлизе у нас получается шанс фейла 76 процентов на свету то есть заклинание фейла стоит 5 единиц магии но из-за того что у нас шанс фейла слишком высоким и будем очень долго его кастовать я рекомендую прокачивать именно конкретно эту школу потому что там будет заклинание идентификации позже либо вы его сможете сами написать если у вас будет магический маркер поэтому я рекомендую именно эту школу прокачивать так называемаясь по-русски называется гадание дивина тем ну как вы видите шанс фейла у него конечно огромный то есть он вроде бы без металла ходит но все равно ему говорят что ты откровенно не умеешь к вставать магию ну я думаю понятно кто это кто это по нам стрелял это был эльф собственно своей в шапке кстати говоря можно шапку забрать и иронический даги прозвонить нашла как вариант можно съесть чтобы мне освещал но кстати говоря в это был не тот эльф против которого мы дрались тот эльф телепортирующий был поэтому мы еще пока не нашли того эльфа которого хотели найти мы будем прозвонить периодически шапки эльфийские потому что у нас нулевая шапка возможно мы найдем лучше по крайней мере хотя бы на плюс пара пунктиков для этого будем снимать одевать вот видите то есть они обе нолики то есть нам для нас они особо не актуальны не понял что произошло если не ошибаюсь приз на нас согрелся это очень плохо почему потому что мы не будем убивать 300 мы просто будем сваливать секущего уровня мы он на скорее всего потому что убьет мы не сможем убить 300 тем более это наш приз то он вообще по сути не должен у нас агрессировать но на нас агрессирует потому что мы каким-то видимо случайным образом задели его этого ну так называемая гида или как он там называется в общем и целом из того что он тут присутствовал я постоянно же кликал 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 в конечном итоге его случайно ударил и приз из-за этого на нас сагрился это очень плохо 300 очень нужный персонаж причем нужно это я сказал в кубе потому что это вообще один из самых полезных персонажей из всей игры не считая торговца торговца можно убить забрать его лут а вот 300 ты лучше не убивать потому что он просто самый по сути говоря полезный персонаж идет он вам постоянно защиту может давать при наличии определенной суммы денег он может давать защиту которых у вас будет постоянно пока вы будете вероисповедания свое держать вам будет давать защиту перевожу что происходит на нас на пола красная нога красная нога чем опасно она вас огнем будет бить из того а из-за этого вам будет крайне некомфортно с ней драться это облака облака очень опасно и есть там пожиратели как так называемые не очень очень и очень опасно никого не трогаем никаких бомбов не трогаем по крайней мере рядом с престом лучше своих не трогать хотите их убить убивайте но не на рядом с престом либо на текущем уровне перейдите лучше на другой уровень например на 12 скажем либо на ног на предыдущий либо на вместе с текущим мобом и тогда его хоть там не знает до убивайтесь а на уровне с престом лучше его не трогать потому что при все-таки полезный персонаж и он больше пользы вам принесет тем более то есть и ваш алтарь и ваш прист он вам больше пользы принесет чем чтобы его обратно вернуть и не в агрессивное состояние это можно прочитать заклинание шарм либо использовать свиток тайминг тоже есть лишь бы шестой уровень поэтому стоит использовать именно так что ты будешь делать я забыл что там нора ладно то облака полевое судя по всему было это эльф лорд это один из самых тяжелых противников есть кашель еще эхилийский король но лорд тоже достаточно толстенький такой убираем предметы чтобы мобами не воспользовались раскидываем их по ящикам потому что это желатиновый куб желатиновый куб есть можно а это призрак но призрак нам не оставил своего трупика что очень плохо ты желатиновый куб он нам мог дать сопротивление но нам их не дал никаких вообще чтобы узнать какие у вас конкретно сопротивление в данный момент вы можете использовать по ушам собственно прозвонки палочку прозвон именно не зондирование а прозвонки сейчас я вам подскажу как и конкретно вот она называется n ли я честно прочитать я даже не могу сложное слово в общем и целом во второй колонке второе слово n ли ты момент вот как-то так она читается сложное слово в общем и сам но факт в том что конкретно эта палочка и собственно такой же по ушам присутствует на получается на пятом уровне ну палочка конечно эффективнее в плане присутствия но опять же чтобы ее определить вам нужно на себя поставок либо не на себя вообще просто зен граффити вы увидите опять же гигантскую мумию нашли ну мумия она почему-то не оставила свои бинты что удивительно видимо на нее бинты не налезли это двор смон нет это этот был двор мумия вместе своим бинтами еще даже 27 монет мне было мумия мумии есть нельзя поэтому если у вас отлично у нас призрак призрак дает уровень призрак всегда дает уровень поэтому стоит быть готовым к тому что призрак вам просто выдаст уровень я тут подумал попробовать и двойное оружие использовать а вы не можете использовать вооружу пока у вас ищет меня но щит каш лучше но опять же видите light armor то есть он его грубые из пустоты нашел из-за этого он уже потолще чуть-чуть был а если бы и он еще что-то нашел он бы еще толще был нам не дают поесть потому что мог смотрит на нас в данный момент перекусили мобов кстати говоря мы достаточно плаче плохо и и почему плохо потому что у нас нужно скорее все будет выше подниматься чтобы найти ну чё неплохо плюс один уровень глядишь скоро до квестового уровня дойдет ладно всем большое спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока